Для актеров спектакля «Завтра была война» – война, к счастью, всего лишь постановка, в которой они играют. Для их коллег из Луганской и Донецкой народных республик – это реальность, тяжелая и печальная. В театре драмы имени Горького несколько недель собирают гуманитарную помощь, которая отправится на Донбасс. Там действительно народ бедствует, потому что я не хочу выступать ни за украинскую власть, ни за русскую, но там творится достаточно серьезный беспредел, и действительно продуктов не хватает, потому что эти два региона, они отрезаны от Украины, они отрезаны от России, они остались как одинокий корабль в этом бездонном море. Актеры, например, это люди души в основном, и они, ну, пойти по улицам собирать что-то, да, они все-таки, это тяжело будет им для души, на самом деле это понимается. Неравнодушных немало. Один из самарских бизнесменов откликнулся и привез 10 коробок с провизией. Услышав о сборе помощи в театр, идут самарцы, которым не все равно. Крупы, консервы, конфеты, даже простая питьевая вода – все, что может преодолеть путь вдвое суток, и не испортится для актеров Луганского и Донецкого драматических театров, которые попали не просто в трудную ситуацию, а оказались на грани выживания. Здесь лежат макароны, печенье, конфеты, гречка, рис и так далее. Вот такие вот продукты, чтобы не портились, чтобы можно было их отвезти до Луганска. «Мы можем помочь и должны это сделать», – говорит главный режиссер театра драмы Валерий Гришко. Луганские актеры в последний раз зарплату получали в октябре. Большинство из них не могут платить за квартиры и живут целыми семьями в театре. «Свои должны помогать своим. Мы, в данном случае, актерам, у которых, как мне ребята сказали, дети в голодный обморок падают. Вот приносят какие-нибудь девочки, вот бабушка передала. Как правило, передают не богатые люди, а те, кто познали, что такое нужда». Машина с грузом отправится через пару дней, но везти полупустую стыдно, говорит Валерий Гришко. Актеры просят всех, кто хочет и может помочь – приносить продукты на вахту театра. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.